Добрый день, зовут меня Анатолий. Представляю я компанию ОМЗАП. Уже многие видели мое видео. Сегодня мы покажем очередное по замене цепи ГРМ. Цепь ГРМ мы будем сменивать на Kia Sorento 2008 года. Турбодизель 2,5 литра. Уже все видели многие, наверное, мое видео по замене цепи на Гранд Стараксе. К сожалению, там концовка видео не полностью была заснята, но такой был пробный. Сегодня постараемся показать вам полностью. Принцип один и тот же, но есть ряд нюансов. Радиаторы, интеркулеры и какие-то еще вещи. Менять мы будем полностью комплект. Вот он у нас на столе. Вот у нас натяжители, то есть в количестве трех штук. Также у нас три цепи. Сальничек и ряд башмаков и успокойки. Использовать нужно, желательно, всегда оригинал. Делайте вы это один раз и на большой пробег. Поэтому не жалейтесь. Тем более учитывать, что комплект оригинальных цепей стоят 16 тысяч. Ну, к примеру, там 15-18 пояс. А те, что идут неоригинальные в коробочках, довольно плохо показали себя. Очень многие спотыкались, возвращались, приезжали и меняли заново на оригинал. С такими пробегами, как 7-10 тысяч, приходилось все делать заново. Вот. Поэтому не жалейтесь. Также мы будем, то есть у нас будет сниматься поддон, поэтому мы будем менять масло и масляный фильтр. Ну и сальничек. Сейчас, в принципе, начнем разбирать. Мы там уже защитку сняли. Масло двигателя я тоже слил. Ну, сейчас в общих чертах так покажем, расскажем. Так, ну что, начнем? Начнем. Так, начнем с того, с того, что открутим стабилизатор. Нам здесь есть ряд вещей, которые нам будут мешаться. И их необходимо убрать. То есть она у нас рамная, полноприводная, поэтому для удобства мы открутим некоторые вещи. Если, конечно, вы сами делаете это в гараже, то это будет довольно сложно. Ну, так как у нас есть гайковерт, поэтому у нас проблемы такой нет. Вот, сейчас мы откидываем сюда стабилизатор. И нам нужно снять вот эту балку для переднего редуктора. То есть мы вот, нам необходимо приопустить передний редуктор, чтобы удобнее было снимать картер. Так, вот здесь у нас сзади болтик есть. Болт, устанавливая его, будьте аккуратнее. Очень часто не попадают в резьбу, и резьба приходит в негодность. Ну вот, на редуктор уже пошел вниз. Так. Чтобы он опустился ниже, из-под редуктора, сзади там... Вот он сейчас полностью опустился, и в принципе мы уже сможем более или менее пролезть к картеру. Но, так же сейчас снимем балочку тут. Так. Вот такая штука. Более или менее освободился картер. То есть он теперь более доступен стал нам. То есть так же мы можем уже систему охлаждения отсоединять, по трубке интеркулера более свободно. Даже с масляным фильтром с той стороны довольно неудобно, с этой будет попроще. Поэтому тем, кто будет делать сам, не ленитесь и снимайте. Будет гораздо проще. Так как мы будем снимать полностью пакет, нам необходимо будет отсоединить сразу патрубок охлаждения, патрубок интеркулера с одной стороны только. А с другой стороны, вот при снятии пакета, вот этот разъем можно обломить. Поэтому вот этот разъемчик рекомендуем снять. Вот так его снять и забросить вот туда больше. Так, ну все, остальной пакет у нас выйдет. У нас здесь есть, кстати, вот небольшая течь на интеркулере. Но по словам клиента, менял он его два года назад, и это для него незначительная проблема. Поэтому мы как бы оставляем все это, не будем трогать. Так, следующий наш этап – это слить охлаждающую жидкость. Так, вот тут у нас есть на радиаторе такой винтик, через который мы будем сливать охлаждающую жидкость. Единственное, что есть проблема, что она не пойдет быстро, потому что крышка радиатора закрыта сверху. Следующий момент, низ мы разобрали, опустили редуктор, слили масло, также слили охлаждающую жидкость с радиатора основного, то есть блок нам не нужен, мы трогать не будем. Также патрубок интеркулера и разъем с датчиком давления бустера. Начнем разбирать сейчас здесь. Нам нужно снять две декоративные крышки, то есть это основная двигателя и радиатор охлаждения. Вот, здесь такие довольно интересные клипсы, поэтому вот их отверточкой сперва немножечко отворачиваем, чтобы она отошла, а потом уже клипсодером будем выдергивать. Так, ну вот, теперь снимаем эту вот декоративную крышечку. Так, удаляем ее отсюда. Следующий этап у нас будет удалить отсюда часть диффузора, то есть верхнюю часть. Так, а начинать надо с расширительного бачка. Вот, на расширительном бачке есть болтик, с него и начнем. Расширительный бачок при установке очень капризно заходит, поэтому старайтесь не сломать ничего, когда менять. То есть выскочил он легко, вот здесь уже есть даже промазано. Иногда приходится вот эти уголки немножко подмазать. Вставляем и монтировочку чуть подталкиваем, чтобы он зашел. Вот этот сейчас патрубок охлаждения. Так, вот эта часть диффузора, она вот здесь видно, что сломана. С ней надо всегда быть предельно аккуратным. То есть у нее есть такая сложность ее вытаскивать. Вот она вся гуляет, потому что здесь даже, я не понимаю, она сгнила что ли с ней, да. У нее прям пластик весь развалился. То есть он непонятно сейчас. Сейчас я вытащу, и мы поймем, что здесь такое вообще. Почему так все. Видели, что произошло? То есть вот он. Понятно даже, что это перегрев или что это такое. Вот так бывает. По себе видимости, новую заказывать. Так, следующая вискомуфта. Вискомуфта у нас. Нам сперва необходимо сорвать вот эти четыре болтика. Также хочу сказать, то есть при замене цепи ГРМ, то есть предварительно вы должны уточнить, какой у вас пробег, и сделать замер давления масла. И отталкиваясь уже от пробега, то есть сколько прошел двигатель, какое давление масла, принять решение по замене насоса. То есть есть нужда менять его или нет. Насос я говорю про масляный. То есть, есть ли в этом необходимость? То есть сразу, чтобы не делать два дела, если у вас проблемы с давлением, что не редкость на этих машинах. Так, ремешок. Сейчас рассмотрим ремешок. Ремешок в порядке. Не полопался, не поел его, не погрызло. Все хорошо. Если разбираем цепь, то проверяем сразу все. Вот у нас генератор. На нем стоит демпферный шкир. То есть в одну сторону он должен крутиться, в другую нет. Вот сейчас я заблокировал крыльчатку генератора охлаждения. То есть в ту сторону он крутится, а в обратную нет. То есть это правильно работает. Если заклинившие, надо менять шкив. И также смотрим ролики. Ролики в количестве четырех штук. У нас обводные и один натяжной. Также смотрим муфту в компрессорах кондиционера. Ну и саму помпу. Потому что, то есть, если мы сюда уже лезем, то можем сделать это сразу одновременно. С диффузором, да, здесь вообще полная беда какая-то. Он весь сломанный. По всей видимости, придется заказывать полностью диффузор. Так, патрубок интеркулера. Вначале его надо тоже нам снимать. Вот этот вот нарост, вот этот масляный, это проблема всех ЦБшных движков. То есть проблема на самом деле кроется в самом хомуте, вот в этом патрубке. То есть, если заменить шланг, то все пройдет. Так будет гораздо удобнее. Видите, весь забит. Фильтр, по фильтру, кстати, человек ничего не сказал. По маслу замена, но по фильтру даже слова не сказал. Фильтр будем менять. Удалим патрубок. Именно впускной вот фильтр. Нестандартный хомут. Так, еще, еще у нас есть такая вещь, как фреон в системе кондиционирования. Его необходимо будет откачать, так как мы будем вытаскивать полностью пакет радиаторов. Если у вас нет возможности его откачать, в принципе, вы можете бы его просто ослабить гаечку на контуре высокого или низкого давления. Можете просто приослабить и потихоньку, не спеша, его выпустить. Для чего? Смотрите, просто мы сняли корпус воздушного фильтра. Для чего мы это сделали? Мы сделали для того, чтобы удалить патрубок интеркулера. То есть у нас вот здесь находится хомут. Вытаскивается он довольно сложно. Иногда приходится даже монтировочка его поддернуть оттуда. Вот, снизу мы уже сняли хомут, то есть там. И теперь его дергаем наверх. И вот так удаляем. То есть если у кого-то бегут патрубки или хомуты, сразу замените все. Так, все отверстия, которые, пусть это будут впускные, выпускные, по воздуху, по топливу, все, что касается, то есть какие-то заборники, желательно закрыть. То есть потому что мы будем дуть воздухом, будет лететь какая-то грязь, песок и так далее, и так далее. То есть по возможности все это сделать. Так, все, у нас даже система охлаждения тоже отсоединена. Мы сейчас шланг уберем подальше. Вон он не мешался. И сейчас, в принципе, будем приступать к съему пакета радиаторов. Также вот здесь, вот здесь на внутренней части есть два разъема. Это вентилятор кондиционера, необходимо отсоединить, и датчик давления кондиционера. То есть их надо тоже снять. Так, сейчас снимем панель. Крутили замок. Сейчас подснимаем нашу скобу, которую мы хотели снять. И также снимаем уже саму основную планку. Здесь вот у нас трос, так крепится. Надо его отвести. Тоже все, планка снялась. Так, замок мы отводим в сторону. Сейчас сюда отведем его, пусть он здесь лежит. Ну вот, в целом, открылась картина. Там даже еще есть остатки фреона. Так, теперь к самому радиатору. Он у нас крепится на двух подушках. Две нижние, они там плавающие ходят, и две основные, и верхние. Вот, здесь головочкой под 12 мы отворачиваем гаечку. Снизу также, где интеркулер, у нас есть подушечки. Но они такие, то есть не дают ему просто раскачиваться. В принципе, последнее, что осталось, это патрубок. Здесь мы его будем снимать в верхней части, только одну часть. Верхний снимем. Больше ничего не будем трогать. Вот он такой патрубок. Плохо выглядит. Так, так же закрываем сразу же заслоночку туда, чтобы у нас во внутрь ничего не попало. Вы можете использовать все свои старые перчатки, которые копились у вас. Так, ну что, будем пробовать вытаскивать сейчас. По идее, мы все отсоединились, сейчас просто берем и вытаскиваем. И посмотрим, как у нас это все получится, как пойдет. Вроде бы ничего не забыли. Делать надо немножко это с уклоном таким. Иначе он зацепится. Так, вот так эта штука снимается. Так, ну вот по диффузору у нас, да, большая проблема. Диффузор будем, наверное, менять. Здесь тоже так же сопливится немножко патрубок интеркулера. Вот здесь есть немножко другая, наверное, проблема. Как мне кажется, радиаторы стоит помыть. Если мы сняли, то есть разобрать и помыть. Да, там полностью все забито. Я не знаю, будет ли это видно, но там полное забито все плохо. Поставим клиента в известность, что необходимо помыть. А он уже пусть решает. То есть сейчас это будет сделать недорого. Совсем недорого, бы сказал бы. Вот вся наша красота. Всю эту работу мы проделали ради того, чтобы долезть до крышек ГРМ. Мы будем снимать две верхние крышки. Это наружная и внутренняя. И будем снимать, по идее, если то, что мы хотим, процесс заменить цепи, мы будем снимать только лишь поддон и нижнюю наружную крышку. Вот. По роликам мы уже здесь прошлись. Все у нас новое. Течи, каких-то шумов нет. Поэтому будем разбираться. Теперь приступаем к откручиванию болтов с верхней крышки. Их 12 штук. 9. 9 болтов под ключ 12. Так. Ну и будем открывать крышку. Сидит на герметике. Здесь есть необходимые такие прорези, чтобы вставить. Это не с нижней, а с верхней, а с всех сторон. Вот их мы сейчас и снимем. Вот она, крышечка снялась. Ну, довольно чисто. Так. Вот теперь. На что стоит обратить в первую очередь внимание. Видно, что вот этот натяжитель... Мы потом покажем, как будет новый стоять. То есть, во-первых, он уже не натягивает цепь, болтается. То есть, он вышел практически полностью. Там у него остался небольшой запас. Вот. Но в целом, то есть, как только стало греметь, мы уже решили сменить. Люди доводят, конечно, до последнего, когда обламывают башмак. То есть, либо удерживающий, либо поддерживающий какой-то ломает. Вплоть до того, что у людей даже рвутся цепи. Лучше все это, конечно, сделать заранее. Потому что обрыв цепи всегда заканчивается тем, что ломает рокера. Это хорошо, что еще не гнет клапана здесь. Рокера ломает только. Теперь, этап следующий. Это выставить метку ГРМ. У нас должны вот здесь, на шестернях видно, раз, два. И вот здесь у нас спрятана точка круглая. Должны сопать. То есть, эти у нас сюда, вот они. И на коленвалу внизу. Так, начинаем крутить. Метка сопадает раз в три круга. Поэтому, если у вас не сопала метка с первого раза или второго раза, ничего страшного. То есть, на третий раз точно совпадет. Так, ну вот смотрим. Коленвал совпал, верхние две совпали. Нижняя не совпала. Еще нужно сделать круг. Ну вот, все. Вот у нас метки совпали сюда. Здесь вот она должна быть на второй болт совпасть. И коленвала, то есть на крышке и на шкиву стоит метка. Так, теперь нам что необходимо? Теперь нам необходимо открутить распредвалы. Распредвалы очень часто сталкиваемся с тем, что затягивает очень-очень сильно. То есть, этого не нужно делать. Потом их греют, стучат, бьют. Держать мы будем за насос. То есть, если бы у нас была бы вскрытая клапанная крышка, то мы бы держали бы ключом на 30 за распредвал. У нас нет такой возможности, поэтому держать мы будем туда. То есть, за насос. Больше усилий не надо делать. И также таким же ключом мы затянем. Ну там где-то килограмм 6-7 затяжку. Так, ну что, будем снимать ГРМ. Вот с этого нижнего башмака. Так, сразу отвернем вот эти два болта. Нам все равно снимать внутреннюю крышку. Так, болты распредвалы. Теперь головочку на 10 и отворачиваем остатки. Крышка внизу держится. Крепится у нас верхний успокоитель маленький. И 10 болтов, которые держат верхнюю крышку на 6. Ну вот, теперь точно так же. Она тоже сидит на герметике. Также подковыриваем ее тверточкой. Оп, и вот так она снимается. Так, вот здесь у нас резиночка уплотнительная. Не теряйте при съеме. Ну вот, сейчас эта часть у нас снята. То есть, нижнюю тоже снимем. Потом весь этот герметик, то есть, зачистим. Все, помоем, почистим. И приведем нормальный вид. Так, насос у нас водяной. Не качается. И вроде не шумит. Так, наш следующий этап. В принципе, сейчас мы можем открутить еще шкир коленвала. Ну и по кругу снять болты. Болты с крышки ГРМ. Так, со шкивом коленвала. Если нету гайковерта мощного, то открутить вы можете с помощью воротка. фиксируя колено в задней части. Там замахови. У нас там сзади снимается чехольчик такой. На двух болтах. И туда можно засунуть монтировку или что-то. Какую-то вещь. Так. Ну вот сейчас снимем болты. Болты здесь. Довольно разные они. Длинные коробки. Болты не путайте. То есть старайтесь поставить туда, куда надо. Так. Ну вот и все болты мы отсюда удалили. Теперь у нас мы будем поднимать машину и снимать уже поддон. Поддон снимем. И крышка у нас откручена. Просто дернем ее и увидим уже наши цепи. Как там все на самом деле. Так. Ну все. Переезжаем вниз. Красавица снизу. Все довольно. Я вам даже скажу больше. Вот на данном автомобиле сейчас. Ну я имею ввиду, что именно это Sorento. Здесь очень хорошо. То есть я работаю. Видите, беленькие перчатки, какие-то чистенькие. Есть большое количество. Такой ряд автомобилей, которые все в масле полностью. То есть это невозможно прикоснуться к чему-то вообще. Здесь все очень чисто. Довольно хорошо, бы сказал. То есть есть какие-то небольшие нюансы. Но сейчас не страшно. Так. Вот сейчас болточки немножко подготовлю. Потому что при отворачивании головка забивается. С этой гадостью. И уже на третьем-четвертом болту она туда не заходит. Большую часть болтов можно открутить пистолетом. Ага. Те, которые мы уже не подлезем, открутим вручную. 21 болт здесь уже. То есть если вдруг кому-то... Необходима такая информация. Количество болтов вручную. То могу вам сказать точно вручную. Точно вручную. Здесь 21 болт. Откручивать довольно неудобно. Поэтому старайтесь удлинитель либо с карданчиком использовать. Либо вот допустим с маленьким плавочем. Я использую очень хорошую, удобную штуку. Ну, я пользуюсь такой стамесочкой широкой. Не знаю, у кого-то что-то. Может в гараже топор что-то плоское у кого-то. Еще какая-то пластина там. Зубила. То есть нам надо оттолкнуть часть поддона. То есть вот сейчас здесь на углу поставим. Потому что на герметике он сидит довольно прочно. Вот и снялся наш поддон. Так же вообще поставим пустякать. Так, ну что у нас? Маслозаборник. В принципе, внутри там все чистенько. Мы всегда смотрим на наличие там герметика, сажи из-под форсунки масла, которая сгорела. А также наличие стружки. То есть это вкладыш или что-то еще. У нас все чистенько, все хорошо. Так, и вот эту крышечку тоже теперь сюда ее поддеваем. Через какой-то дотяжитель, успокоитель. Тоже сидит хорошо. Вот она пошла. Вот она крышечка. Двигатель у нас, то есть с балансвалами полноценными. Никто ничего не удалял. И удалять не советую. Допустим, в нашем личном техцентре, если у вас удаленные балансвалы, то по работе с двигателем, к сожалению, будет отказ на работу. То есть, если вы внесли, вы или кто-то вам посоветовал какие-то ноу-хау, к сожалению, не к нам. Так как все штатно, стандартно, работает и ходит, поэтому мы не сторонники удаления чего-то. Надо что-то делать. Многие уже теперь люди жалеют о том, что что-то удаляли, вырезали. Поэтому мы не согласны, так сказать, с этим делом. Ну все, сейчас мы опустим. Поддончик у нас, в принципе, пусть стоит, капает. И будем снимать цепь. Так, вот перед нами сейчас предстоит такая картина. Смотрите, вот у нас цепь малая. Малая. Она вращает правый вал баланса. Он у нас обычный. То есть, без переходной шестерни, как правый. И масляный насос вращает. То есть, у нас здесь тоже есть метки. Метки, кстати, у нас вот, они совпали. Здесь у нас два выпуклых. Такие, как бы, штифтика торчат. И на самой шестерне. Две точки. И с другой стороны тоже точечка. Также у нас метка. Вот она, на баланс валу точка. То есть, вот это оранжевое звено должно будет сапать потом на ту точку. И здесь. Здесь также мы тоже видим. Здесь есть точка, на которую встанет оранжевое звено. Вот эта, кстати, цепь стоит правильно. То есть, если вот посмотреть на верхний. То есть, это очень редко так происходит, когда мы снимаем цепь. И она стоит в метках и в своих звеньях. Это звенья, то есть, желтые для установочной. И совпадает она там раз в 100-200 раз. То есть, всего один раз, то есть, в сотню. Ну, удалось нам увидеть данное чудо. То есть, совпадает так, как должно быть. То есть, как ее устанавливали первый раз на заводе, так мы сейчас ее и остановили. Ну, все. Сейчас будем снимать малую цепь, потом большую. Здесь есть ряд тоже нюансов своих. Еще, еще, еще. Еще мы снимаем компрессор кондиционера. Нам необходимо его будет снять. Сейчас тоже отсоединим разъемчик. Нужен он нам для того, чтобы под ним на левый вал баланса есть заглушечка, через которую мы будем затягивать и выставлять метку. Машина рассыпается вся от перегрева. Такое чувство, что здесь все, прям пластик весь крошится. Непонятно, что с ней происходило. Так, ну все, сейчас снимаем остатки цепей. Здесь у нас гайка ТНВД. Вот такая у нас гаечка. Здесь на 14. Вот этот болт на правом баланс валу очень часто забывают затянуть. То есть, когда все собрали, сделайте паузу, подумайте, все проверьте еще раз. И потом этот болт откручивается. Ничего страшного не случается. Он откручивается и ударяется в наружную крышку. Потихоньку стучит, стучит, стучит. Потом бомб, вываливается кусочек алюминия и начинает течь масло. То есть, по двигателю страшного ничего не сломается. Но разбирать вам придется второй раз. Вот здесь, кстати, наверное, будет вот видно, как цепь прям съела бороздки такие, довольно глубокие успокоители. Ну и на тех тоже сейчас у нас такая же будет, в принципе, картина. Вот сейчас шестерню мы отвернули. Конечно, шестерня не всегда снимается. Хорошо. Иногда ее приходится прям заставлять оттуда вылазить. Она забивается там каким-то старым маслом, непонятно чем-то. То есть, если снять, то мы сейчас, в принципе, увидим, что там какая-то такая нехорошая субстанция. Так, ну, по цепочкам здесь не будет видно, что прям где-то что-то разбило, какие-то колесики или что-то. То есть, у нас стандартная замена. То есть, пришло время. Ее даже стало немного слышно. То есть, поэтому мы ее и меняем. То есть, не просто по регламенту. Так, ну теперь что? Смотрите. У меня есть вот такая штука. Съемничек. Он нам нужен, чтобы снять шестерню. Она сидит под конус. Вот. Первый раз она сидит с небольшим усилием. Потом кто-то уже закручивает сильно и снять ее довольно сложно. Варианта у нас два. Если у нас есть съемник, то мы снимаем как положено. Либо вариант второй. Допустим, вот та же стамеска. Или монтировочка. Кто-то что-то. То есть, если вы делаете сами в гараже. Снизу подсовываете вот отсюда прям. То есть, монтировку или что-то. То есть, там ничего не сломается. И делаем, допустим, упор. Можно два в двух местах сделать упор. То есть, оттягиваем и молоточком стучим по самой шестерне потихоньку. Тук-тук-тук. И она соскочит. Вот сейчас начнем ее пытаться стягивать. Первый раз. То есть, завод затягивает с необходимым усилием. Поэтому проблем в снятии шестерней нет. Но если вы столкнулись с тем, что она не снимается. Там какая-то шестерня, какой-то болот не открутится. Это говорит о том, что уже люди. Кто-то там лазил и затянул более чем. Ну, вот у нас оставшая цепочка. Все мы снимали. Успокоительный. И шестер. Так, ну вот смотрите. Дальше, дальше, дальше. Сейчас смотрите, мы что сделаем. Чтобы не занимать много вашего времени у экранов. Не смотреть. Сейчас я покажу, как мы почистим ГРМ-крышку. То есть, вот здесь наглядно на двигателе. А потом уже приступим при сборке, когда все будет чисто. Потому что у нас большой объем крышек. То есть, у нас поддон, там три крышки, еще низ. Все это надо будет чистить. Поэтому сейчас я вам наглядно покажу, как. Смотрите. Либо вы используете острое какое-то там лезвие. Какой-то, не знаю, там, шпатель, стамеску. Все что угодно. Ну, герметик надо удалить. Я буду пользоваться буркой. То есть, у нас все пользуются такой пневматической. Если, допустим, по крышкам, то мы просто на маленькую болгарку одеваем щетку. Как мы чистим там заборы, рамы или что-то такое дома. Вот. Обычной щеткой на маленькую болгарку одеваем и чистим. Так. Ну вот. Смотрите, как сейчас это будет. В принципе, у нас все получится. У нас также имеются по серединочке, вот крышки прижимаются, сквозные болты. Вот. Раз, два, три. То есть, их тоже надо почистить. Ну и когда, то есть, саму крышку вы даже будете прикручивать, то есть, там надо будет тоже промазать центральные вот эти три болта, которые проходят сквозь. Все, мы сейчас почистили. Теперь, то есть, берем очиститель. Сейчас покажу, как это будет все на самом деле. То есть, если вы решили заменить, то вам сделают именно так. Поддон отсутствует. Мы смело можем лить вовнутрь, она будет стекать вниз. Также у нас будет время. Мы поддон будем ставить в последнюю очередь. У нас там все стечет, все скапает. То есть, можно не переживать за этот момент. Подготовили мы эту часть двигателя. То есть, под установку цепей. То есть, удалили герметик и обезжирили. Советую всем, кто захочет сделать или делает. Очень, наверное, стоит использовать Дирка или Виктор Рейнс. Потому что силиконовые герметики очень часто при перепаде температур, то есть, на горячую, холодную, начинают течь. Ну, сейчас, к примеру, покажу, каким мы будем пользоваться. Вот, мы будем пользоваться вот таким. То есть, вот у нас Виктор Рейнс. Он такой же черный. То есть, он удобен в использовании. То есть, довольно... Вот, допустим, мы берем. И вот он. А если даже... Если даже вы где-то пропустили что-то, допустим, каплю масла или плохо обезжирили, ничего страшного. То есть, он все равно спадится. То есть, используют его очень многие. И много где используют. То есть, не только для двигателя. Для всего остального. Поэтому с выбором герметика задумайтесь. То есть, именно если при замене цепи. Ну, все. Сейчас мы подготовим оставшиеся детали. И потом уже начнем собирать. Так, ну что, подошли мы к той стадии, когда нам надо все собрать. И чтобы все заработало. Вот все, что мы вам показывали. То есть, изначально оригинальный комплект ГРМ. И шестерни, и болты. Шестерни. Шестерни мы менять не будем. Пробег у нашей машины 170 тысяч. Большей части на первой... При первой замене цепей шестерни не меняются. Это раз. Во-вторых, в большей части они изнашиваются в тот момент, когда цепь уже довольно сильно растягивается и наскакивает на край зуба. То есть, и по самому зубу видно, как его слизывает. То есть, когда цепь скачет, уже прыгает. Вот. И если взять, допустим, цепь, вот просто шестерню, можно вставить и попробовать качнуть. Когда у нее есть износ, она будет качаться внутри. То есть, у нас этого нет. То есть, если вы, допустим, длительное время не меняете цепь и уже идет шум, там, грохот какой-то от цепи, вы рискуете не только попасть на обрыв цепи и замену рокеров с гидриками, но также еще на замену звездочек. То есть, комплект звездочек тоже стоит довольно внушительную стоимость. Ну все. Начнем собирать. Здесь у нас все подготовлено чистенько, здесь тоже. Начинаем мы вот с этой звездочки. Так. Начинаем мы с шестерней коленвала. вот этот момент. То есть, у нас вот здесь где две рисочки, мы берем вот это звено. Вот эти два на вал баланса, а этот у нас встает на этот. Сразу же вот так берем. На внутреннюю часть надеваем так звено. Вот так, чтобы она у нас ссопала. То есть, она прям смотрит на шпоночку. И потом вместе с ней берем еще вот эту. Ее надо будет накинуть. Вместе с ней мы уже вот устанавливаем сюда. Ну вот, шестерня села. На вал баланса мы пока накидываем просто так. То есть, на глазочек. Ну так примерно кинем, чтобы он был. Теперь здесь. Здесь тоже у нас метка. Вот она точечка на шестерне. Совмещаем ее вот с этим желтеньким звеном. И набрасываем. Теперь необходимо нам гаечку наживить, чтобы не выскочила шестерня. Вот теперь такой важный ответственный момент. Выставить вал баланса. Я, допустим, беру от удлинитель с маленькой трещотки. Выкрутили мы заглушечку. Это у нас левый вал баланса, который совпадает раз в три раза. То есть, три оборота он всего один раз. Стоит там вот такая заглушечка под конус. Можете, в принципе, поставить ее на герметик. Она там на резьбовом стоит с завода. Либо, допустим, если даже так крутить. Сейчас мы оставили, в принципе, по-старому. Так, вот сюда сейчас отвожу свет. Не знаю, там будет видно вам, не видно. Вот здесь оно у нас. Вот здесь отверстие. Если, допустим, вы полностью разбирали двигатель, наш удлинитель должен провалиться полностью. Ну вот, все. Мы сейчас его вот так оставляем. Пусть он у нас стоит там. Теперь надо вот этот успокоитель вставить. можно было, конечно, до этого, но я обычно после вставляю, он вполне свободно залазит. Так. Шестерень. Сейчас отведем немножко шестерень. Вот так. Сразу наживляем. Один болт у нас десятка нижний. То есть, восьмой. Сверху шестерка у нас. Так. Ну все, смотрим по меткам. Здесь у нас два звена установочных. То есть, вот эта белая точка на зубчике должна смотреть между ними. Здесь также у нас со все совпало. И здесь. То есть, два отлива на две точки. Так. Еще у нас вот эта осталась. Сейчас дойдем до нее. Для чего она нам нужна? Так. Теперь устанавливаем сам башмак. Уже устанавливаем сам натяжитель. Ну вот, по этой цепи, которая ТНВД, мы все собрали. Нам осталось только затянуть. Сейчас соберем вторую цепь. масляного насоса. Так. Вот у нас звенья. Берем их, чтобы они смотрели кверху и восстанавливаем. То есть, вот это у нас устанавливается на коленвал звено. А второе устанавливается на вал баланс. Ну и все. Совмещаем также метки то есть, со звеньями. Наживляем сюда успокоители. Вот этот успокоитель неправильно опутаю. Он стоит в верхней части короткий. То есть, эти два вот они успокоители у нас одинаковые. То есть, этот успокоитель может устанавливаться как на ту цепь, так и на эту. Неважно. То есть, отверстие подходит. Также наживляем болтик валового баланса. Будем его фиксировать и натяжитель масляного насоса. Все, вот так сейчас у нас все установлено. Теперь будем начнем затяжку. Начнем с болта восьмерки под ключ 14. Чтобы не путаться, усиливая здесь усилие какого-то прям сильного не нужно. То есть, есть риск, что сорвете резьбу. Если у нас резьба, допустим, блоки, то вопросов нет. Но когда это касается крышки алюминия, очень часто встречаем, что при замене цепи уже там повторно здесь все сорвано. То есть, стоят какие-то болты длиннее, что-то рассверлено, переделано. То есть, не нужно сильно усилить, ничего не открутится, ничего не отвернется. Если у нас шестерка, допустим, шестерка в алюминии, мы закручиваем с усилием от 1,1 до 1,5 килограмма. Если же это восьмерка болт в алюминии мы вкручиваем, то от 2,2 до 2,9. Верхний натяжитель тоже затянули. Остался у нас вал баланса, 12. Его можно зафиксировать как через такую же заглушечку с той стороны вставить. Либо вариант, вот я, допустим, пользуюсь, может кто-то меня осудит за это, но я неоднократно так делаю. То есть, я подставляю ключик, 12, 13 и затягиваю. То есть, прежде чем затягивать, мы затягиваем сперва успокоители. То есть, полностью, чтобы цепь не перескочила. Ну вот, так, здесь мы закончили. Верхнюю гайку будем затягивать пистолетом. Не нужно там стучать, долбить до последнего. Так, все у нас здесь везде установлено. За исключением вот только того, что сейчас нам надо снять наш фиксатор, подвал баланс, удалить оттуда и закрутить заглушку. Так, что мы, у нас все здесь закручено. сейчас обезжириваем, еще раз проходим поверхность. Та, что будет прикасаться. Заранее подготовлена у нас крышечка. Смотрите, здесь такие вещи. То есть, сальничек мы заменили и сальничек предварительно, то есть, внутреннюю часть захода мы с литурчиком промазали. Сальник можно заменить сразу же в крышке поставить вместе с крышкой сальник, либо можно поставить крышку потом уже после, только отдельно поставить сальник. Кому как нравится. То есть, я, допустим, делаю это сразу. Обезжириваем. Еще раз здесь проходим на крышечке. Теперь наносим герметик. Так, герметик вот, вот эти у нас проходят сквозь крышку, сюда наносим герметик. и уже на сам край. Кто-то размазывает, кто-то не размазывает. Опять же, это ваше решение. Я, допустим, всегда чуть-чуть размазываю. Не сильно, чуть-чуть сверху. Даже при установке бывает, что крышка качается и какой-то малейший вот этот проступок, где-то она снимет полный объем герметика и обидно будет, если потом что-то будет бежать. И когда людям говоришь, что необходимо все переделать и заново, тогда им очень сложно. То есть они готовились один раз, заменили, все сделали, но потом пришлось все заново. Так, нам понадобится вот такая отверточка маленькая, чтобы поправить сальник, потому что сальник немного упрет. Так, и вот теперь аккуратненько туда ставим крышку. Вот сейчас упирается сальничек у нас. крышка села. Так, сальничек все заправился. Все аккуратно стоит на месте. С болтами довольно сложно, если вы делаете, конечно, не первый раз. Нет, ничего сложного. Но все же, когда это первый раз, да, смотрите, не путайте болты. Так, есть вот эти болты нижние, особо отметить, они закручиваются в плиту поддона. То есть, во-первых, мы видим, что резьбы там прям на две нитки буквально, это раз. Во-вторых, он вкручивается в алюминий. То есть, если здесь большая часть у них большой объем резьбы, либо они вкручиваются в блок, то здесь резьбы очень мало. Поэтому вот с этими болтками будьте предельно аккуратны с нижней. Смотрите, вновь, как и в моем первом видео, где замена производилась на Grandstar окси цепей, я также подтягивал болты крепления крышки в гайковер. Люди писали, что якобы так нельзя или что такое. Я думаю, ну, как бы не согласен с этим. Если у тебя есть руки, то можно крутить всем, что угодно. Поэтому, если вы не можете, то это ваша проблема. Ну и все. Сейчас будем контрольную пройдем фиксацию уже ключом. Болтов довольно много здесь. Большой нагрузки тоже. У нее также имеются направляющие. Особой такой большой нагрузки на крышке здесь нету. Здесь вот два ролика в принципе и все. Больше тут ничего нет. Вот он был, кстати. Резьбы там, к сожалению, нет. ничего страшного то, что там отсутствует резьба. Сейчас есть герметик. Этот герметик по-любому попал на резьбовую часть. Он его зафиксирует. Это раз. Во-вторых, то есть качество герметика все равно не позволит ей допустим течь. Вот здесь видно четко поуглушу, что там ровный шок. Поэтому, то есть восстанавливать резьбу или что-то не будем делать, потому что не имеет смысла. Вот он шкив каленвала. Больная тема тех, кто пытается сделать сам. Смотрите, есть у нас шпоночка четкая и здесь шпоночка. Очень часто мы встречаем, когда шкив откручивается или, допустим, отворачиваем, попали мимо. Попали мимо и при затяжке эта шпонку вдавливает вовнутрь и вытащить ее туда практически невозможно. Я не пойму просто, как это люди делают. Вот посмотрите, как, допустим, я делаю. Вот я поставил. Вот он, он попал. И туда теперь, просто поддерживая шкив, закрутим болт. Тут нет ничего сложного. И неважно, это портер, у вас таракс, видно, не видно. У вас есть руки, которые руки, вот они зафиксировали и все. Так, меточка, вот она. Вот у нас риска маленькая на шкиву и маленькая галочка на этом уже беленькой краской отмечена на крышке на самой там. Уж здесь мы начали. Сейчас сразу прикручу ролики. Вообще, довольно часто, то есть при сборке двигателя, неважно, коробки, очень часто мы пользуемся, то есть электроинструментом, пневмоинструментом, неважно, то есть потому что делаем это каждый день и какой-то сложности для нас не представляет это. Так, все, сейчас переходим дальше. Конечно, месяц кто-то делает. Вообще, на самом деле в гараже это все очень сложно. Сделать там ничего нету, просто ты знаешь, получается ты пять минут поделал, потом едешь, ешь в Леруа, а что-то покупаешь, потом еще куда-то. Да, реально люди делают это месяцами. Здесь ключ, съемник, гайка. То есть с нижней мы собрали компрессор, ролики, все на месте у нас. Затянули крышку основную, теперь будем устанавливать верхнюю. Также у нас все почищено, подготовлено, обезжирено. Здесь тоже у нас есть сквозная дырочка на внутренней крышке. Вот здесь, смотрите, здесь стоит уплотнительное колечко и может быть кто-то скажет, что зачем здесь гермить. Это не моя идея и не идея того, кто будет следующий делать. Это... То есть он был нанесен с завода, то есть по контуру, вы, наверное, видели, что полностью. То есть даже они, то есть видимо перестраховываются и промазывают полностью. Но опять же большим количеством не следует вот здесь по краю проходить, потому что при расширении, то есть когда крышка соприкоснется, чтобы он не попал в канал. Нередкость мы видели, что канал был перекрыт на половину при снятии. Поэтому вот в этом месте особо не усердно с герметиком. Болтов здесь довольно большое количество, поэтому иногда чтобы, то есть ускорить процесс, если мы, допустим, находимся в автосервисе, можно воспользоваться, то есть угловерт более медленный. То есть можете шуруповертом воспользоваться. Не знаю. Чем угодно. Потому что при капремонте, если взять клапанную крышку, постель и так далее, так далее, также плиту поддона, снизу поддон. Очень большое количество болтов, поэтому можно пользоваться в принципе любым инструментом, какой вам удобно. Но опять же без последствий, что вам необходимо. Так, теперь проверяем. Здесь усилия большого не должно быть. То есть все слегка. И надо тянуть, это не русская машина. Болт сам не открутится. Болт в него опять же туда вот, допустим, сейчас вывернем и покажу, что на болт попал герметик. Вот он попал свежий герметик на болт. То есть говорит о том, что этот герметик там внутри подсохнет и зафиксирует болт. И неважно, с каким усилием он будет затянут, он оттуда не открутится. То есть как мы откручивали с поддона. Вроде бы казалось, что они откручены. Устанавливаем верхнюю. То есть верхняя цепь у нас начинается вот с этой шестерней. С впускного вала. Берется цепь, вот она у нас меточка и цепочка пошла вниз. Она чуть не совпадает. Чтобы поставить башмак, удобнее, чтобы было. Нередкость, когда я беру и отвожу коленвал специально чуть-чуть назад, тогда удобнее. То есть на самом деле выставить всю метку и поставить башмак. И когда все будет уже практически установлено, надо будет поставить надержитель, мы вернем назад. Если вы, допустим, не крутили валы, ничего не путали, то все встанет как положено. Так, смотрите, отведем отдельную, особую роль натяжителя цепи. Это верхняя. Всегда, когда, допустим, цепь гремит или загремела у вас, не всегда проблема в цепи. не редкость, что проблема бывает в натяжителе. Сейчас очень большая, как сказать, очень большое количество подделок данных натяжителей. Допустим, это вот оригинальный, вот он у нас, Kia Hyundai и его номер. То есть, можно, в принципе, должны быть практически точь-точь, как на старом. Сейчас мы, кстати, старый возьмем, посмотрим. На старом у нас, конечно, Kia Hyundai нет, но номер, номер тот же. Но не всегда, допустим, номер значит, что если вы заметили, что он кривой или, допустим, будет спилена болгаркой номер и вам кто-то сказал, чтобы это якобы для ввоза в Россию, нет, сейчас люди пользуются тем, что берут специально на китайском, спиливают болгаркой и говорят, что он не оригинальный. Просто очень часто китайские стучат. Поэтому все-таки настаивайте на том, чтобы натяжитель был в оригинальной коробке. Оригинальная коробка, чтобы вот этот пакетик, в котором он находится, был тоже запечатан. Затянули. Осталось затянуть распредвалы. Сейчас мы вернем опять метку назад ключиком. проворачиваем назад. Вот здесь все встало. Проверяем. Здесь на месте и здесь у нас все на месте. Затягивать. Опять же, будем держать за насос. И вот такой же ключик. Я же говорю, не нужно делать никакого большого усилия. Вот этого будет достаточно. Ничего там у вас не открутится. Все. Отпускаем натяжитель. Вытаскиваем стопорочек. в принципе, допустим, вы можете прокрутить сейчас круг и проверить, метки совпадут ли они два, три круга. Был такой случай, когда человек очень долго мучился при установке цепей и рассказывал такую вещь, что якобы сделав оборот, эти желтые звенья не совпадали на метки на зубе. И очень сложно и долго приходилось ему объяснить, что эти звенья на цепи они установочные. То есть для того, чтобы поставить всего один раз. А основные метки у нас имеются на крышке и на шестер. То есть если вы прокрутили круг или два и ваши желтенькие или оранжевые звенья не сопали, это нормально. Открываем верхнюю крышку. Вот по вот этой крышке опять же постоянно регулярно резьба сорвана везде. Что-то пересверлено, переделанно. Я не пойму просто зачем вы это делаете. Эту крышку, вот эту крышку, ее можно сейчас обмотать вот так веревкой или приклеить скотчем. И через два часа можно ездить не ставя вообще сюда болтов. Вообще здесь ни к чему. То есть она не несет никакой нагрузки вообще. То есть при качественной чистке поверхности, обезжиривании и нанесении герметика закручивание под шуруповертом достаточно. Не нужно рвать и тянуть. То есть у вас же здесь не крутятся ролики, ничего не происходит. Зачем просто люди это постоянно делают. И вот и все. Больше мы ничего не будем подтягивать, ничего не будем трогать. Так, ну что, наш следующий этап. У нас там при запуске, ну мы еще скажем, нам необходимо будет покрутить полостую стартером, не запуская двигатель, так как у нас гидронатяжитель. Цепи будут слабые, будет все это шумит, звенит. Мы сделаем такие вещи. Первое, мы снимем нагрузку с турбины, вот этот шланчик с актуатора, избавим ее от лишнего масляного голодания в момент пуска. И также мы отсоединим все разъемы с топливных форсунок. По поводу стартера можете не беспокоить, стартер довольно надежный, то есть он может крутить, крутить и крутить. Вот, мы пару раз, там секунд по 5, по 7 прокрутим, услышим, что натяжитель цепи, то есть когда мы будем крутить, он будет стукать прям тук-тук-тук-тук-тук-тук. И когда, то есть пройдет стук, мы уже остановим, возможно еще немножко покрутим, и уже после этого оденем разъемчики, и также у нас погаснет датчик давления масла. Допустим, даже при капремонте или замене цепей, при вращении стартером мотор, мотор вращается от 200 до 220 оборотов в минуту. При этих оборотах масляный насос дает давление от одного бара до двоечки. То есть этого достаточно, чтобы все промазать. Все, сейчас мы будем поднимать, поставим наш поддон, также, то есть прикрутим мост, соберем все это мелочь. Единственное, что у нас будет пауза, мы не, но заводить мы будем без радиаторов, потому что у нас там отсутствует диффузор, который сломался. Вот, его заказали, привезут, он будет у нас, но завести мы сможем машину и так. То есть сейчас соберем снизу мост, и вот как она вот так есть, мы ее запустим. Подошли мы к той точке, что надо залить масло. Кстати, в этом герметике есть огромный большой плюс. Мы можем тут же сразу при, допустим, закрыли поддон, залили масло, завели, поехали. То есть он не требует какого-то времени в ожидании там часа, двух или суток. Масло у нас при обычной замене заходит 8 литров, 8 литров я сейчас вот заливаю. Масло заливаем Татач 5,40. 5,40 для этого двигателя самая оптимальная вязкость. Очень многие пользуются 5,30. Сейчас вот это вот PDF в зеленых канистрочках 6. Очень многим я говорю, что это неправильно, то есть это не ваше масло. Это масло, которое было 5,30. Оно появилось с 12-го года. Это для европятого двигателя. Черным по белому или по зеленому написано, что для сажевого фильтра это во-первых. Во-вторых, во-вторых, она это масло слишком жидкое. То есть если в зимний период еще более-менее, но в летний не советую вообще пользоваться. по таким простым причинам, что данный двигатель по 11-й год там они шли в Грандстаркс. У них есть проблемное место, это масляный насос. Очень многие сталкиваются, очень многие жалуются на этот насос. Поэтому масло советую 5,40. Пусть это будет мобил, ликимомоль, мотюль, что-то более качественное. Либо вот так, что есть. Смотрите, все, залили масло. Сейчас мы будем, я буду крутить стартером, постараемся сейчас максимально показать вам, даже не показать, чтобы вы услышали. Вот здесь, вот в этом районе будет стучать натяжитель цепи. То есть мы будем крутить до тех пор, пока он не перестанет. То есть сейчас заборник возьмет масло, все прокачает систему, натянет верхний натяжитель, то есть спиро нижний натянет, понятно, что, потом верхний. И когда он перестанет стучать, потом еще покрутим 5-10 секунд и начнем запускать. Если сейчас вот поближе встать, то мы там услышим этот звук. Не крутится она. Механика, оказывается, необходимо нажать на педаль сцепления. Тоже не крутит. Либо секретка, либо на стартере, как всегда, отвалился провод. Есть такая штука на Соренто. Так, клеммочки у нас везде, все порядок. Стартером не крутит, значит, какая-то есть секретка. Сейчас попытаемся узнать у мастера, что это. Так, ну что, довольно длительное время мы крутили. Теперь вот у нас разъемчики, которые мы снимали. С фарш-суночек возвращаем их назад. На турбину шланчик пока одевать не будем. Теперь, так как мы снимали поддон и все разбирали, то есть цепи, натяжители, все каналы у нас были опустошены от массы. Залили мы 8 литров, по идее, нам должно сейчас не хватать. То есть, покрутили и должно разбежаться. Ну вот, должно быть максимум, сейчас средний уровень. И когда она запустится, она еще возьмет грамм 100. Поэтому это при том учете, что масляный фильтр практически мы наполнили. Ну, в среднем заходит где-то 8,5 при замене цепи. 8,5 8,7 вот так, чтобы, если чуть-чуть не доходя максимум. Где-то вот так примерно. Опять же, очень, больший объем масла по заливке имеет значение, сколько она висела без поддона. То есть, она вроде бы кап-кап-кап потихонечку, но если она провисит ночь, то нужно будет залить все 9. Сами все видите, сами все слышите. То есть, мотор работает, цепь всегда слышна вот в этом районе, то есть, на прогретую двигатель, на холостом, когда цепь растягивается, она лязгает вот здесь прям, вот в этом месте обошмар. так, ну что, мы по замене цепи основной, то есть, все рассказали, закончили. У нас осталось радиаторы собрать, но мы там ждем диффузор, видели, что он рассыпался. Учитывая, что этот диффузор, он довольно редкий, поэтому нам придется подождать его там пару часов. Вот. Ну и в целом все закончили, то есть, будем надеяться, что ничего не будет капать, жалоб клиента не будет, на первый взгляд все хорошо, все у нас получилось, все вышло. Ну и все, всем счастливо, всем пока. Приезжайте. Субтитры сделал DimaTorzok